Всем привет, меня зовут Аскар и с вами канал IT Verdict. Было бы, наверное, довольно ожидаемо, если первое свое видео я бы начал с рассказа о том, какой это будет канал и о том, какие я планирую снимать видео. Но я решил снять для этого отдельный трейлер и подробно ответить на все эти вопросы. Ну а сейчас мы перейдем сразу к сути. Наверняка многие из вас слышали о таком понятии, как вертикальная компьютерная мышь. Но я думаю, все же мало кому доводилась возможность воспользоваться такими устройствами лично. Кстати говоря, уже через пару часов на канале Хороший Выбор выйдет обзор на одного из представителей подобных девайсов, а именно на вертикальную мышь Deluxe M618. В этом же выпуске мы поговорим не об этой конкретной модели, а о всем сегменте вертикальных мышей в целом, поскольку, как оказалось, эти мыши обладают целым рядом особенностей. Притом узнал я о них только тогда, когда заказал еще пару устройств плюсом к Deluxe для сравнения. Итак, начнем с перечисления подопытных. Во-первых, это, конечно же, ранее упоминавшаяся мышь Deluxe M618. Вторая мышь — это мышь производства компании WoW Technology под названием WoW Penjoy. Кстати говоря, я читал про эту мышь, и она обладатель неких премий и номинаций. А третья мышь — я вообще не знаю, что это за мышь, я не нашел название фирмы, не смог определить, что это за модель, но назовем ее просто третья мышь. Разумеется, перечислять их технические характеристики не имеет никакого смысла, поскольку это все тот же шаг между режимами DPI, это оптическое разрешение. В общем, все то же самое, что есть у обычных мышей. Поэтому сегодня мы поговорим именно о том, что отличает вертикальные компьютерные мыши от обычных, в чем их преимущества, в чем недостатки. Для начала послушаем, что пишут сами производители. Главным достоинством вертикальных мышей является удобство хвата и меньший вред для кисти. Тут, честно говоря, и не поспоришь. Каждая из этих мыши очень удобна для руки, и я думаю, если бы даже у меня было еще несколько вариантов подобной формы, они также не отставали бы по этому показателю. Кисти, правда, гораздо меньше устает, а положение руки способствует уменьшению вероятности развития туннельного синдрома. Если коротко, то это синдром, возникающий при сдавливании нерва, расположенного в запястье, из-за неправильного расположения кисти при работе, в том числе и при использовании стандартной мышки. Кстати говоря, в плане нагрузки вы можете провести такой эксперимент. Положите вашу руку на стол в двух положениях. Первое, подобное тому, при котором вы держите обычную компьютерную мышь, а второе, вертикальную. После этого подвигайте кистью, имитируя движение мыши. Так вот, во втором положении вы будете чувствовать некоторую непривычность, но именно сама усталость появится гораздо позже, чем в первом положении. Ну что ж, с удобством я думаю, разобрались. Эти компьютерные мыши реально обладают этим качеством. И тут вы, конечно, спросите, мне что, необходимо купить любую вертикальную мышь, она будет удобна для моей руки, и я получу от нее удовольствие? Не совсем. И тут мы переходим к основной проблеме большинства вертикалок. Оказывается, главное их преимущество, а именно удобный хват, является в то же время их недостатком. Причина кроется в положении руки. При использовании обычной мыши ладонь руки, как правило, лежит на самой мыши. Соприкосновение со столом происходит только запястьем, предплечьем, ну или локтем. То есть в случае использования мышки с хорошим покрытием снизу, мы практически не ощущаем трения, двигая ее. А вот при использовании вертикалок история совсем другая. Я буду показывать на тех мышках, которые у меня есть. Когда мы держим вертикальную мышь, ладонь находится примерно под угон 50 градусов к столу, касаясь его поверхности. И вот тут мы получаем такую ситуацию, что, несмотря на удобный хват, перемещать мышь по столу становится не очень удобно. Все потому, что нижняя поверхность ладони полностью лежит на столе и сильно увеличивает трение при любом движении мыши. Этим недостатком, к счастью, не обладает Deluxe M618, благодаря высокому хвату и специальной платформе, на которой лежит рука. Кстати говоря, среди того, что я сейчас видел в продаже на Алиэкспресс, есть еще две мышки, которые я не успел заказать. Один из вариантов точно имеет схожую проблему, а вот второй вариант, возможно, лишен этого недостатка. В любом случае, при покупке подобных девайсов для игр я советую вам хорошенько подумать и уж точно не покупать первое попавшееся устройство. Если же вы планируете использовать вертикалку в офисных целях, то выбор ничем не будет отличаться от выбора обычной мыши. Главное, чтобы устройство подошло по размеру к вашей руке и устраивало вас по техническим характеристикам. Ну что ж, на этом, мне кажется, тему вертикальных мыши можно считать раскрытой. И я надеюсь, что этот обзор поможет вам, если вы вдруг решите приобрести подобный девайс. На этом все, спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, это поможет каналу в развитии. Также следите за новостями из мира IT на нашем сайте и подписывайтесь на наши социальные сети. Все ссылки будут в описании. С вами был канал IT-вердикт. Пока!